Вакцина за три футболки Месси. Почему подобный бартер между Китаем и Аргентиной кажется позорным автору турецкого издания Evrensal? Благодаря эпидемии мы в очередной раз поняли, в каком несправедливом мире живем. С одной стороны, страны, которые не могут получить вакцину или не получили ее в достаточном количестве, а с другой — государства, которые заказывают гораздо больше, чем требуется их населению, начинает статью Мехмед Ос Язанларов. В вопросе вакцин, которые должны быть доступны каждому, возникают позорные привилегии. Примером таких привилегий автор называет соглашение, заключенное китайским производителем вакцины Синовак с аргентинским футболистом Месси, по которому компания согласилась предоставить 50 тысяч доз вакцины в обмен на три его футболки с автографами. На первый взгляд это может показаться милым, указывает журналист, но когда становится понятно, где эти дозы будут использоваться, все предстает в ином цвете. Автор статьи утверждает, что вакцины получат футбольные команды, чтобы этим летом мог состояться Кубок Америки по футболу, в котором участвуют только национальные сборные стран Южной Америки. Первая партия вакцины предназначена для 26 футбольных клубов, выступающих в Аргентинской лиге. Остальными дозами привьют игроков команд, которые будут сражаться на Кубке Америки. В то время как подавляющее большинство людей борется за выживание в условиях смертельной эпидемии, для некоторых футбол гораздо важнее, пишет автор турецкой газеты и гневно добавляет. Трех футболок месяца недостаточно, чтобы скрыть позор вакциной дискриминации. В завершении он пишет, в отличие от США и Канады, расположенных на северном континенте, картина борьбы стран Центральной и Южной Америки с пандемией совсем не обнадеживает. Показатели вакцинации низкие, а количество новых заболевших и смертей растет угрожающими темпами. Какие уроки можно извлечь из Брексита и как он повлиял на Ирландию? Корреспондент Евроньюз Мэйв Макмахан обсудила эти темы в прямом эфире с Ноэль О'Коннелл, главой организации Европейское движение Ирландии. Поводом к разговору послужило то, что Европарламент дал зеленый свет торговому соглашению с Соединенным Королевством. Пять лет продолжались мучительные переговоры о Брексите, которого Ирландия даже не хотела, начала беседу Мэйв Макмахан. О'Коннелл, вышедшая на связь из Дублина, согласилась с ней. Никто в Ирландии не приветствовал выхода Великобритании из ЕС, хотя, конечно, мы уважаем результаты референдума. Заключить соглашение было трудно ввиду сложности ситуации, нужно было предотвратить ее наихудшее развитие. По словам О'Коннелл, Ирландия приветствует ратификацию Европейским парламентом документа размером в 246 страниц. По ее мнению, соглашение о торговле и сотрудничестве сформирует эффективную основу для будущих отношений. Также она добавила, что Брексит стал провалом, потому что Британия недооценила проблемы и сложности такого многогранного объединения государств, как Европейский Союз. Еще одна проблема крылась в том, что политики объясняли успехи национальными усилиями, а неудачи считали европейскими. Брексит должен стать сигналом тревоги для институтов ЕС. Мы должны конструктивно взаимодействовать с народами, стараться работать с людьми и слушать их. А ЕС должен лучше объяснять свою политику гражданам и больше прислушиваться к их чаяниям, обозначила Ноэль О'Коннелл, главные уроки, которые можно извлечь из ситуации. Соглашение между Евросоюзом и Соединенным Королевством стало последним формальным шагом в процессе ратификации сделки. Вскоре Евросовет выделит 5 миллиардов евро на помощь тем, кто непосредственно пострадал от Брексита, указывает Евроньюз. Как избежать старения в молодом возрасте, рассказал профессор медицины Хироси Хирайдзуми. Его рекомендации публикует японское издание Нихон Кейдзай. По словам Хирайдзуми, ощущение старения говорит об отсутствии необходимой физической нагрузки. Он советует приводить мышцы и тело в тонус с помощью регулярной растяжки. Медик подчеркнул важность занятий спортом в связи с удаленной работой. Некоторые упражнения, по его словам, можно выполнять на лестнице. Например, для разминки шеи и плечевого сустава будут полезны наклоны к перилам с прямой спиной. Питание и физическая нагрузка родителей до зачатия ребенка могут влиять на состояние его здоровья во взрослом возрасте. Таковы результаты нового исследования, проводившегося на животных и изучавшего вопросы физических упражнений, диеты, генетики и родительства. Подробности в материале New York Times. Эксперимент показал. Будущие родители-грызуны, которых перед спариванием держат на жирной диете, производят потомство с очень высоким риском метаболических проблем. Но если матери остаются активными во время беременности, эти риски исчезают, говорится в статье. В исследовании изучались мыши, а не люди. Однако оно заставляет предположить, когда мать занимается спортом во время беременности, она может помочь защитить своих будущих детей от вредных последствий плохого питания обоих родителей. Полученные данные дополняют растущее понимание ученых того, как родители влияют на долгосрочное здоровье детей, даже до их рождения.